Всем привет! В эфире «Маминада» и сегодня мы поговорим про самые нужные игрушки от года до двух лет. По мнению моему и мнению моей дочери. Итак, что стоит покупать, а от чего лучше отказаться? Что новым появляется в этом возрасте? Я напоминаю, что покупка игрушек целиком зависит от особенностей потребностей вашего ребенка. Иначе ваши финансы споют, как говорится, романсы. Итак, давайте начинать. Итак, ребенок пошел. Следовательно, стоит укреплять и развивать дальше крупную моторику, чтобы ваш любимый бэйбик чувствовал свое тело и ориентировался как можно лучше в пространстве. У малыша сейчас пик развития подражательной деятельности, поэтому следует выбрать подходящие игрушки. У ребенка увеличивается запас сил, поэтому ему порой очень-очень тяжело сдерживать свою буйную энергию. Поэтому одних прогулок и купания недостаточно. Как раз это тот момент, когда лучше подобрать игрушки для развития логики, мышления и всего, что с этим связано. Да, Ляля? Такие игры позволяют гармонично развивать малыша и заодно подзарядить батарейки перед отходом ко сну. А вот речь, чтобы развивалась как можно активнее, необходимо приобрести пособия для ежедневных занятий, где будет формироваться пассивный и активный словарь малыша. С полутора лет ребенок способен кушать ложкой и пить из кружки сам. Даже порой и раньше. Но, чтобы этот навык был как следует отработан, понадобятся игровые пособия, включающие пинцет и ложку. Сейчас я вам расскажу, что пригодилось именно нам, а что просто пропылилось далеко-далеко на полке. Но для начала слово нашему эксперту Екатерине Чемровой. Прежде чем начну делиться с вами рекомендованными и нерекомендованными игрушками, хочу дать небольшой совет. Когда идете в магазин, загуглите возрастные особенности вашего ребенка, чтобы понимать, какой конкретно навык нужно развивать данный период, и тогда выбрать игрушку будет намного проще. Что касается нерекомендованных игрушек. Это те игрушки, которые раскрашены в очень яркие цвета, издают очень громкие звуки и не дают ребенку возможности подумать над тем, как действовать с этим предметом. А еще это те игрушки, которые чаще всего идут под названием развивающие. Развивают они очень много навыков, и вроде как это же плюс, но ребенку очень тяжело освоить их, потому что их сразу много. Даем ребенку по одному какому-то навыку в одну игру, и тогда он будет развиваться гораздо быстрее. Что касается рекомендованных игрушек. Это те игрушки, которые содержат в себе предметы разной формы, разного цвета и разного размера. Это те признаки, с которыми должен познакомиться ваш малыш. Также берем ниточку и бусинки, но строго под вашим присмотром. А еще личный совет от меня. Сенсорное развитие ребенка лучше проходит с бытовыми предметами, которые есть у каждого. Это различные крупы, это фасоль и обычные кастрюли. Даем ребенку стаканчик, и пусть занимается пересыпанием. А также делит по формам, цветам и размерам. Рис вы можете покрасить сами. Берете пачку белого риса, засыпаете в целлофановый пакет, выливаете туда пищевые краски, хорошо-хорошо перемешиваете, выкладываете на бумажную салфетку, просушиваете, и цветной рис для вашего ребенка готов. Радости будет. Полные штаны. Все сугубо индивидуально, прямо сейчас расскажу, что пригодилось очень сильно нам. Итак, для начала эта каталка лучше брать ее вот с такой вот ручкой. Когда ребенок начал осваивать шаги, помогите ему почувствовать уверенность в собственных силах, поэтому вот опора такая, как ручка, очень даже будет кстати. А также деревянная рамка вкладыш с большим количеством тематик и различных пазлов. Либо можно взять вот такую вот занимательную, интересную игру, которая развивает также мелкую моторику и укрепляет мервишки, даже взрослых. У нас это подводный мир. Есть вот такая вот магнитная, так скажем, удочка, с помощью которой мы достаем различных прекрасных созданий с морских голубин. Ну, во-первых, малыш развивает логику, моторику, мышление, ну и, конечно же, может запомнить все названия. Ну и как вариант, вот такая клубничка. Тут тоже можно вытаскивать червячков, тоже магнитная. Все это дело и тоже пойдет вашему бэбику на пользу. Ну, 3-5 минут он точно посидит и уделит этому внимание. Ну и, конечно же, мозаика крупная и качественная. Она прекрасно подойдет для первознакомства малыша с такого рода деятельностью. Когда он освоит прием прикрепления мозаики на основу, то следующей покупкой станет приобретение мозаики на ножки. Но это после двух лет. Не забывайте, что до полутора лет у детей развится ссательный рефлекс и желание все пробовать на вкус, поэтому никаких мелких деталей, даже если указано, что это игра для супер-мега развития мелкой моторики. А еще мозаика сортер – одна из первых игр, где требуется выполнять задания по образцу. В комплект входят карточки с заданиями от простого к сложному, поэтому стремимся приучить ребенка к выполнению действий по инструкции. Книги с пазлами и без. Тактильные, различные, мягкие, твердые, колючие, музыкальные и так далее и тому подобное. У нас их огромное количество. Например, вот такая интересная. Где моя мама? Здесь на самом деле огромное было количество различных животных, но сегодня я вам покажу лишь одно, потому что остальные канули в лету. Я не знаю, где они. Ну и, конечно же, матрешки, неваляшки, пирамидки – это прямо обязаловка. Ну и самые бесполезные, на наш взгляд, с Василисой игрушки. Но для начала посмотрите небольшой совет от педагога-психолога. Итак, прямо сейчас, что же делать, если Ваш ребенок истерит, например, на улице? Можно ли предотвратить истерику ребенка на улице? Легко. Для этого достаточно всегда в кармане иметь какой-нибудь небольшой предмет, который легко помещается в Вашу ладонь. У меня, например, это такая сенсорная мышка. И когда Вы гуляете с ребенком и чувствуете, что сейчас вот-вот начнется, прячьте этот предмет в ладонях и говорите ребенку, «Угадай, в какой руке? В правой или в левой?» И малыш начинает угадывать. Как только он угадал, открываете ладонь и снова ловите предмет. И опять, «Угадай, в какой руке?» Играйте с ребенком. И так Вы легко предотвратите истерики на улице. Ну и прямо сейчас самые ненужные игрушки, на наш взгляд. Пятое место – это прыгунки. Четвертое место – это круг для шеи в ванной. Утка-каталка на третьем месте. Кинетический песок. Грязи от него много, стоит дорого, место занимает опасно и бесполезно в это время. Ну и первое место – это куча мягких больших игрушек и интерактивных так называемых. К нам они начали заходить только сейчас, после двух годиков. Ну и вот новый тренд прошлого года. И этого по всем детским каналам рекламируют «Флафистафис», если я правильно говорю. Это очень-очень дорогая игрушка. Ее подарил Василисе Дед Мороз. Но знаете ли, толку ноль абсолютно. В чем смысл? Данную интересную штуковину, видите, стоит общипывать. Якобы мы развиваем мелкую моторику, усидчивость и так далее. Но вот это все потом окажется во рту у вашего ребенка в глазах. И везде-везде, по всей квартире, повсюду будет вот это вот… Что это? Шерсть какая-то? Нитки непонятные. И не очень, кстати, они приятные на ощупь. Безусловно. Красивая, разрекламированная игрушка. Но, видимо, я не современная и чего-то не понимаю в этой жизни. Не забывайте, из чего состоит игрушка. Обращайте на это внимание. Она должна быть в первую очередь безопасна. Помните об эстетическом чувстве ребенка. Некоторые фантазии производителей игрушек выглядят очень странно. И зачастую пугают даже взрослых. А вообще все дети разные. Но сегодня я поделилась исключительно своей подборкой, что пригодилось нам. Но есть одна истина. Играйте и общайтесь с ребенком сами. Это дороже всех игрушек. Всем удачи, до встречи. Берегите своих деток и своих любимых. Вы смотрели, маме надо. Пока-пока. Зайка, зайка, сына, зайка. Ну, зайку сделай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok